В области Абай продолжают тушить крупный лесной пожар. Ситуацию сугубляет сильный ветер. На место происшествия прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков. В регионе проводят все необходимые мероприятия по локализации и ликвидации пожара. Созданы кризисные центры, в которых работают оперативные штабы ЧАЭС. Борьба с лесным пожаром в области Абай длится уже вторые сутки. По последним данным, от огня пострадало около 3000 гектаров зелёных насаждений. Чтобы пламя не охватило ещё больше территории, на место прибыли силы из Астаны, Павлодарской, Карагандинской областей. В тушении задействовано 6 вертолётов. Очень мешает сильный ветер. Сейчас в основном низовой пожар. Верхового пожара нет. Как я говорил, у нас есть два очага, где он периодически то наверх пробивается, то вниз. Ветер мешает очень сильно, конечно. Надеемся, что сейчас мы его сдержим. Минерализированную полосу мы сейчас должны расширить. И, соответственно, ближе к вечеру, при стихании погоды, я думаю, всё остальное уже будет локализаться. Из трёх населённых пунктов, расположенных вблизи очага пожара, самостоятельно эвакуировались около 300 человек. Их приютили родные и близкие, живущие в другом регионе. Чтобы избежать мародёрства, в пустующих сёлах дежурит личный состав отдела полиции Бородулихинского района. На месте происшествия создан оперативный штаб. В настоящее время задействовано около 700 человек личного состава. Это представители МЧС, Министерство обороны, Министерство экологии. Кроме того, в тушении пожара задействовано 120 единиц техники и вертолёты. Принимаются все необходимые меры. Опасности для населённых пунктов нет. Стоит отметить, вертолёты сбрасывают на очаги возгорания тонны воды. Между тем, по информации синоптиков, 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.